всем привет сегодняшнее видео посвящено палеткам от домини косметикс которые у меня есть у меня их три три палетки от бренда домини косметикс вообще-то это видео вообще я долго никак не могла собраться сделать и я обсуждала как сделать эти обзоры в общем я общалась из фигуристы из марией вебер и со всеми вообще девочками с кем я дружу в instagram проводила опросы и все такое в итоге сначала у меня было два варианта либо сделать одно видео про все палетки либо про каждую из этих палеток сделать одно видео победил вариант сделать видео про каждую палетку но в общем я думала-думала и еще продолжала общаться и решила что надо сделать целых четыре видео первое видео будет про все три палетки сравнение свочи и все такое и потом еще три видео про каждую палетку отдельно таким образом Мне кажется, я сначала расскажу про все палетки за и против. Для тех, кто никак не может выбрать, какую хочет палетку, но какую-то все-таки хочет. И потом для тех, кому интереснее уже про каждую из этих палеток, будет отдельное видео. Я постараюсь сделать так, чтобы они выходили друг за другом, чтобы была логическая связь. И да, это будет несколько этапов, несколько дней я понемножку буду снимать. Например, свотчи сравнительные я сняла уже... Два дня назад, то есть сейчас я села рассказывать про палетки, а свотчи я сняла уже пару дней назад. Ну, просто тогда была возможность и, в общем-то, вот так вот буду все это соединять. Давайте быстренько скажу про бренд сам и потом расскажу про палетки. Значит, бренд Dominic Cosmetics, создательница бренда Кристин Доминик. Картинку я ее покажу. Она очень красивая, она латиноамериканка, она блогерша. И, в общем, в 2018 году она запустила свой бренд два года. То есть два года с этого момента прошло. Я узнала об этой блогерши и об этих палетках, вообще об этом бренде от фигуриста Натальи, которую я часто упоминаю на канале. Вот как раз в 2018 году, в начале года, у Натальи было видео с антипокупками. И она там рассказывала, что у блогерши Кристин Доминик видит вот эта палетка, которая называется Латы. И там она говорила, вроде бы как, что она не будет ее покупать. Но я тогда подумала, что я хочу эту палетку. И когда оказалось, что на Бьюти Бэй она стала продаваться, она где-то весной стала там продаваться, в общем, в конце, в самом конце весны я ее купила. То есть этой палетки, моей этой палетки от Dominic Cosmetics почти два года. Почти два года. Но еще не два года. Почему, кстати, сейчас так заговорили о бренде Dominic Cosmetics? Потому что, мне кажется, все это Ленский Бьюти. Ленский Бьюти просто показала вот эту палетку. Она, мне кажется, кто-то еще из русскоязычных блогеров, может быть, что-то такое упоминал. Я, на самом деле, находила какие-то видео, но уже потом, после того, как вышло видео от Ленский Бьюти, она показывала эту палетку. Эта палетка вышла в 2019 году зимой. Нет, не зимой. Она вышла, я не помню. В общем, она у меня появилась в 2019 зимой, в самом-самом начале 2019 года. Эта палетка называется Bearizing Cream. И вот эту палетку показала Ленский Бьюти. И, мне кажется, пошло и поехало. И у нас как-то заговорили об этом бренде. Так что, вот, понимаете, как влияют блогеры? Мне кажется, она рассказала об этой палетке в конце 2019 года. То есть, уже практически год целый прошел, или даже реально год прошел. Потому что все-таки палетку не сразу они в международную доставку выставили на продажу. И у меня третья палетка, о которой как-то молчат, реально молчат. И вот эта палетка Rusty Glam, она появилась весной. То есть, получается, она вышла через год после этой палетки. То есть, она вышла в 2019 году весной. Я ее купила летом. Ну, то есть, примерно так же. Вот год у меня, в общем, разница. Эта палетка вот такая, вот с такой вот интересной гаммой тоже летней. Но это четвертая палетка, потому что была еще палетка Lemonade. Картинку вставлю. Я о ней уже говорила. Ну, ее больше нет, она больше не продается. Еще у бренда есть еще три палетки. Одна называется Celestial Storm. И я все еще никак ее не куплю. Но при этом, не знаю, я читала и отзывы. Отзывы на Reddit читала. Я видела некоторые обзоры. Люди немножко ожидали других цветов в этой палетке. То есть, она смотрится очень ярко и насыщенно. А на самом деле, там оттенки достаточно сдержанные. Ну, не знаю, плохо-то или нет, но не всем это понравилось. Потом вышла палетка Sweather Weather в 2019 году осенью. И там был такой наборчик. Но эту палетку можно купить только на сайте Dominic Cosmetics. Она маленькая такая, там мало совсем оттенков. Ну, она такая вот, не знаю, это какой-то такой вот прикольчик. Я как-то ее не особенно считаю особым выпуском. И последняя палетка, которая вышла вот сейчас, опять же, недавно, через два года после запуска вот этой палетки. То есть, это два года бренду. Они отпраздновали и выпустили палетку Latte 2. Я ее заказала и жду. И я думаю, что вот как раз, когда у меня выйдут все вот эти видео про три палетки, как раз приедет ко мне Latte 2. И тогда у меня логически получится сравнить ее с этой палеткой и что-то такое сказать. И, в общем, по-моему, это будет... Я надеюсь, все сложится удачно. Так, ну, давайте к свочам. Там я свочу, там я что-то говорю, сравниваю. Я, в общем, там тоже будет много такой вот теоретической информации и свочи. А потом я вернусь и вернусь с более структурированной информацией. Впервые снимаю в преддневном свете. Так, это первая, понятное дело, первая палетка от бренда. И первая у меня Latte. Вот так вот она выглядит вблизи. Весь тут такие вот золотистые полосочки. Кристен рассказывала, она вдохновилась какой-то там подушкой. В общем, и там была такая расцветка. Ну и вот. У меня, в общем, вот этого слива, рукава этого больше нет. Я выкинула давным-давно. Он был вот такого же цвета, как и вот эти вот золотистые полосочки. Внутри палетка вот такая. Безусловно, теплая. Ну, сейчас я ее буду свочить. Итак, первый оттенок, который называется Pumpkin Spice. Он очень мягкий на ощупь. Это такие вот офигенные, как бы сухенькие такие тени. Дальше оттенок Mocha. Тоже, блин, они очень приятные на ощупь. Но при этом они немножко такие сухенькие. И оттенок Vanilla Cream. У меня больше всего использован. Вот. Сейчас на руку перенесем. Свощатся они очень хорошо. Без проблемно. Матовых тут больше. Ну, Кристен понимала, что делала, конечно, что тут должно быть побольше матовых. Естественно, все будут рады видеть больше матовых. Дальше оттенок Caramel. Этот оттенок, конечно, открыл для меня мир вот таких вот оттенков. Я не пользовалась такими до этого оттенка. Caramel. Оттенок Hazelnut. Это такой теплый коричневый. Все они офигенно чувствуются. Вот эти два уже немного более проблемные. Но, учитывая, что эти вообще не проблемные, то есть более проблемные, то есть просто чуть-чуть появляются некоторые моменты. Значит, оттенок Double Shot. Палетку она, кстати, назвала из-за того, что ее мама очень любит кофе, латте. И она тоже любит. Так, вот такой он. Ну, он очень красиво тоже сводчится. Вот они все. Оттенок этот просто, видите ли, видите, они чем-то похожи с Pumpkin, но этот больше такой терракотовый, а это, не знаю, ближе, что ли, к обычному цвету. Много теплых здесь, конечно, ближе к обычному. Я имею в виду более нейтральный. Так, этот у меня уже просто на пальцы залип за все это время. И фиолетовый. Фиолетовый тоже. Вот он так вот, да, немножечко может залипать. Поехали к Cold Brew. Вообще, мне кажется, я никогда не пробовала Cold Brew. Это же все название всяких видов кофе. Так, Cold Brew. Вот этот такой холодный. И вот он, да, насвочился хорошо, но он немного более проблемный. Я его использую обычно в уголках глаз. Так, и Creme Brulee. Офигенный. Обожаю этот оттенок. Вы смотрите, это какой-то невероятный просто. Шиммерный, содержит жемчуг. Понимаете, поэтому это не веганская, не веганская макиято теперь. Не веганская палетка. Вот. Боже, я еще последний все-таки нанесу. Espresso. Такой более бронзовый. Шиммеры, конечно, здесь просто улет какой-то. Вы знаете, вот до этой палетки я как-то шиммеры вообще не особенно воспринимала. Ну, шиммеры и шиммеры. Но вот здесь, блин, они такие крутые. Около бронзовые. Я вообще никогда не читала. Смотрите, он какой-то бесконечный. Его бронзовым. Мне сказали, просто я им накрасилась один раз. Это вот, смотрите, какой. Просто их люблю. Так, я что, какой-то пропустила? Я пропустила. Я гений случай. Вот он вот так вот залипает, этот cold brew. И я пропустила еще вот этот вот оттенок. Розовое золото. Не знаю. По-моему, она потрясная. Вот эти два оттенка я обычно использую в уголок глаза, чтобы, ну, как-то так придать какой-то оттенок особенный. Я не знаю, как это назвать. Но я их использую в уголок глаза. Могу, вот так как это здесь самый темный оттенок мока, я могу либо смешать, либо снизу его нанести, а поверх их. Но обычно они так круто наслаиваются, прям вообще в темный, в темный может уйти цвет. И вот я их использую. А потом, например, вот с этим я часто сочетаю эспрессо, с этим я часто сочетаю creme brulee, да, creme brulee. В принципе, можно вообще любые. Вот с этими вообще со всеми можно эти. Ну, то есть здесь вообще так здорово, суперски продуманно. Не знаю. Вот потому я ее так сильно люблю. У меня никогда не бывает проблем с этой палеткой. Даже просто в восприятии ее. Такая она потрясная. Следующая палетка, которую я купила от Dominique Cosmetics, была berries and cream. Это третья у них по счету палетка. Тоже у меня не осталась. Очень красивый был рукав. Если сравнить ее с Latte и с Lemonade, она больше. Сейчас сравню с Latte. Вот так они отличаются. В Latte 10 оттенков, в berries and cream 12 оттенков и форма. Теперь у больших палеток вот такая прикольная форма. Восьмиугольнички такие миленькие. В отличие от вот этих вот простых вот кругленьких. Эта палетка вот действительно в таких вот ягодных оттенках. Как мне говорили, моя палетка. Мне говорили, что это прям моя палетка. И здесь уже больше, наверное, таких базовых. Здесь она тем более еще и похолоднее. Здесь есть переходных минимум два. Здесь есть светлый матовый. Здесь есть черный. Ну, она действительно, как я слышала, многие говорят, что она более универсальная. И я сказала бы, что, наверное, да. Latte, она, ну, именно вот по таким цветам от Latte, если сравнить, да, она больше базовая. А эта универсальная. Ну, ладно, давайте я ее посвочу и сразу станет все понятно. Видите, она у меня даже не помещается в кадр. Вот такая большая, клевая. Оттенок Soft and Sweet. Очень часто его использую. Такой вот красивый. Люблю такие оттенки. Оттенок Bittersweet. Вот такие не очень люблю, но из этой палетки использовала. Не очень люблю. Вот, не знаю, иногда люблю. Вот, ну, в основном не особенно. Оттенок Toasted. Это вот такой вот холодненький серый. Такой Soft and Sweet. Bittersweet. Ну, они сводчатся, да, кстати, как-то похуже, наверное, чем Latte. Не знаю, или у меня сейчас просто пальцы так. На глазах они, конечно, они точно такие же, кстати, мягкие, как и Latte. В общем, они супер. Дальше. Sweet Cream. Самый заюзанный мной оттенок. Тут уже даже яма. Вот такой вот он. Он офигенно пигментированный. Белый. Ну, такой вот в розоватый уходит холодный. Дальше Chocolate Mousse. Офигенный просто оттенок. Просто вроде бы как коричневый, но, блин. Офигенный коричневый. И оттенок, который вообще меняет представление вообще все мое. Матовых с шиммером. Warm Pie. Это красный с золотым шиммером. Вот вы такое когда-нибудь увидели где-нибудь в других палетках? Я нет. Но я офигела вообще от этого цвета, потому что он потрясный. И я поняла, зачем здесь шиммер. Первый раз я поняла, зачем в матовом шиммер. Вот так вот он легко, кстати, сводчится. О, боже, прекрасный. И вот это вот чудо. У меня тут... Вот. Не знаю, что-то у меня сегодня указательный палец плохо себя ведет. Он все сводчит хреново сегодня. Вот. Но смотрите. Вообще, зачем этот шиммер здесь? Я не знаю, в принципе, что она задумывала. Но на мне... Обычно красные на мне уходят в холодный. А здесь он держится. Он держит свой теплый подтон. Blackberry. Blackberry. Просто черный матовый. Хотя, он, знаете, он прям такой какой-то холодный черный матовый. Я вижу прям... Cherry juice. Это такой вот насыщенный тоже фиолетовый. Он более холодный, чем вот этот вот фиолетовый из палетки Latte. И синий blueberry muffin. Тоже. Офигенный. Сейчас посмотрим. Подозреваю, что синий опять плохо посвочится. Потому что он у меня на указательном пальце. Так, это черный. Это фиолетовый. Синий. Вот. И дальше три офигенных шиммерных оттенка. Cranberry. Он потрясный. Он потрясный просто. Потом sugar cookie. Он, несмотря на то, что в нем вот эти вот частички, он такой офигенный. Просто другой уровень. И honey dipped. Я о немея особенно с энтузиазмом говорю. Я вот букве DC уже сейчас стерла нафиг. Последние остатки. Вот. Смотрите. Cranberry. Обожаю его. Я вся измажусь. Смотрите. Я не знаю. Я уберу эти стоны, конечно. Вот они такие охренительно красивые. Охренительно просто красивые. И вот. Если вы любите такие цвета, реально вы просто будете еще больше любить. Что касается опять же. Вот этих двух оттенков. Видите ли. Ну, они вот темные. И задумка тоже такая же. Хотя вот он достаточно неплохо тушуется. Он лучше тушуется, чем фиолетовые из палетки латы. Но я все же предпочитаю такие оттенки использовать, знаете, как во внешний угол глаза. И потом уже как-то чуть-чуть его можно завести наверх. И там остальные как-то. Но вообще, конечно, палетка, блин, огонь. И когда... Огонь. Я так не говорю. Но я сказала. Когда я ее купила, мне все говорили. А, ну, сразу понятно. Палетка твоя палетка. Палетка прям для тебя. Ну, в общем, серьезно, блин. И вот этот вот Вом Пай, я повторю еще раз. Он прям реально, вот он перевернул для меня вообще восприятие матовых теней с шиммером. И последняя палетка, которую я купила от бренда, называется Rusty Glam. Вообще, я не собиралась ее покупать. Я когда увидела, что она вышла, я подумала, здорово. Вроде бы как прикольно. Но, наверное, я ее не буду покупать. И вот видите, в ней тоже 12 оттенков. И тоже они в такой вот форме восьмиугольников. Вот, сравниваю. Вообще, я про нее не особенно что-то заметила, чтобы люди пылали энтузиазмом. Как-то она так прошла мимо. Достаточно, мне кажется. Вообще-то все сейчас, во всяком случае, у нас русскоязычные бьюти-маньячки в основном обсуждают палетки. И вот эти вот первую, вот эту вот латте, палетку berries and cream, celestial storm, которая некоторым не нравится. И латте 2. Про эту я не слышу вообще ничего. И даже интерес никто, по-моему, к ней не проявляет. Ну, ребята, зря. Так, значит, что я вам скажу про эту палетку. Она прекрасна. Она прекрасна, точно так же прекрасна по качеству. У меня здесь вот история была. Я когда рассказывала о статистике, у меня выпал вот этот вот оттенок джипси. И я пережила там шок. Но мне дали спирт, и я его восстановила. Видите? Я, кстати, его еще лучше спрессовала. И он уже не такой рыхлый, как был. Так, здесь опять же больше матовых, меньше шиммерных. Потому что Кристен знает, что нам нужно. Давайте посмотрим. Wildflower. Такой вот розовенький, холодненький. Оттенок Dreamcatcher. Это матовый, голубой, с синими блестками. Ну, тоже с голубыми, с синими блестками. И оттенок Cactus. Офигенный вообще оттенок. Он меня, он в общем меня больше всех заманивал в этой палетке. Когда я увидела, что она вышла, я подумала, вот кактус мне нужен. Так, розовенький. Ну, он такой вот легкий, он переходный. Вот этот вот, он и акцентный, его и на подвижное веко я наносила. И можно еще и... Вот этот залип, опять палец мой. Давайте еще разок нанесу. Вот этот вот. Залип, место такое, блин. Но не, он на самом деле намного лучше себя ведет на глазах. Дальше, смотрите-ка, опять же, обязательно есть у нее какой-нибудь светлый. Потому что как же быть без светлого? Она еще, кстати, показывает очень часто, типа, универсальные способы использования оттенков. Например, вот такой светлый, который здесь, Free Spirit, можно использовать в качестве пудры, да, там под глаза. Например, вот этот вот розовый, Wild Flower, можно использовать в качестве румяны. На самом деле, кстати, нормально работает, хотя я не очень люблю такую тему. Вот он, видите, мы предыдущие светлые с вами видели, они были более насыщенные, мне кажется. Так, Evil Eye, он очень яркий, очень, очень, очень яркий, очень яркий. И я его использовала только для того, чтобы подвести века. Так, и Fringe, это такой светлый-светлый переходный. Это вот как раз для людей, кто любит прям совсем светлые переходные. Вот он прекрасно подойдет. Так, ну вот этот белый, он будет практически не виден. Она мне чуть виден, но у меня тем более еще покраснела сейчас рука после кучи сводчей. Так, синий. Синий здесь вообще супер, супер. И этот вот тоже переходный такой вот. Он, ну, нейтральный, чуть-чуть тепленький. Вот, я думаю, что все видно. Ну, конечно, сводчи здесь кажутся послабее. Оттенок этот джипси мне уже пришел треснутый. Когда, ну, чем я его заказывала с Бьюти Бэй, он пришел уже треснутый. Они мне вернули 30%. Вот, но вот он в итоге выпал, и я его спрессовала, и он реально вот прям лучше стал. Вот такой офигенный джипси. Видите, он, блин, он такой. Так, оттенок Moon Child. Это матовый с синими блестками. Черный. Это черный матовый с синими блестками. Тоже нужная вещь. И офигенный оттенок Wonder Last. Не знаю, блин, с трудом читаю. Кстати, прикольно получается эффект на камере, как будто бы выпуклые буквы. А они на самом деле наоборот. Так. What a Last. С ума сойти, ребят. Знаете, иногда свочить гораздо прикольнее, чем краситься. Джипси. Он у меня сейчас... Ой, такой молодец. После спрессовки он у меня вообще идеально ложится. Так, это у нас... Как он там этот черный назывался? И... Ой, what a Last. Очень он красиво смотрится на глазах. И смотрите, опять же, как же все тут продумано. Вся палетка как бы в холодной такой гамме, но три теплых оттенка. И вот три теплых оттенка здесь. Итак, обычный оранжевый таракотовый Desert Queen. Боже, какой он мягенький, а. Дальше офигенный Bohemian. Это вот металлик. Такой вот бронзовый, золотой. Я не знаю, видите, как сияет. И... Суэйд. Ну, суэйд это такой теплый холло... Теплый... Теплый коричневый, я имела в виду. Вот. Красавцы. Я, опять же, сюда. У меня руки хватает только на 10 оттенков. Угу. Все так офигенно свочится. Просто я не знаю, к чему можно придираться. Мне все нравится. Может быть, я, конечно, не объективна. Но, в общем, потрясно. Я ей... По-всякому, конечно, можно накраситься. Вот здесь вот это вот самый темный оттенок. Его можно, в принципе, здесь с любым смешать. Он отлично смешивается. И тут можно любой вообще использовать в качестве переходного. Вообще, во всех палетках Dominic Cosmetics любые практические оттенки можно использовать в качестве переходного. Главное, чтобы они нормально сочетали цвет. Ну, вот, естественно, с цветом кожи я имею в виду. Естественно, вот эти вот я не использую. Вот для этого все-таки мне нужен хотя бы вот этот вот оттенок Fringe, чтобы его ввести в кожу. Потому что он все-таки очень холодный для моей кожи. Естественно, с синим безусловно так же. Или можно, кстати, использовать этот вот Wild Flower. Он тоже прекрасно. Вообще, здесь все оттенки между собой отлично сочетаются. Несмотря вот на такие, казалось бы, странные, слишком яркие цвета. Так, в общем, смотрите. Основное я вот их все разложила. Более-менее видно. Ну, мне хотелось именно, чтобы был дневной свет. Поэтому я буду их чуть-чуть двигать. Главное, что все видно так, как оно на самом деле. Ну, я думаю, что видно, что есть некоторое сходство между некоторыми оттенками. Но я вам скажу, что основное сходство все-таки больше между какими-то коричневыми оттенками. То есть, например, там вот Mocha. Потом есть вот здесь оттенок Chocolate Mousse. Они вот более-менее как-то кажется, что похожи. Давайте я их сейчас посвочу. Итак, я беру оттенок вот отсюда Mocha. А вот отсюда Chocolate Mousse. Между прочим, из Latte оттенок кажется мягче, чем из Berizing Cream. И вот они вот такие. Мока, на мой взгляд, потеплей, чем Chocolate Mousse. Chocolate Mousse холодный. Ну, то есть, палетка изначально все-таки вот эта. Она в красной такой вот гамме, которая холодная. Ну, то есть, она не красная все-таки. Она туалетово-лиловая, да. Не знаю, как ее там назвать. Mousse. Fuchsia. Вот что-то в этом роде, да. В то время как вот эта все-таки такая более базовая, теплая. И вот эта вот более такая холодная. Здесь нет такого. Давайте я их тоже сюда нанесу. Это Latte. Это Berizing Cream. Прям вот, ну, серьезная разница. Все-таки они отличаются. Дальше. Давайте по Latte опять пройдемся. Оттенок вот этот вот, вот этот вот оттенок Hazelnut. Видите, вот он такой вот коричневато-терракотовый, да, тепленький. Но здесь есть, вот в этой вот палетке, есть оттенок, который называется Suede. И они похожи вот. Давайте вот так подниму. Вот. Видно, что они чем-то похожи. Давайте я их посвотчу. Итак, я беру Hazelnut. Другой палец. Очень мягкий. И Suede. Одинаково мягкие оттенки. Но, опять же, я вижу разницу. Может, она не так существенна, но Hazelnut более красный, наверное, чем Suede. Suede чуть менее красный. Ну, я думаю, что сейчас, сейчас все мы и узнаем. Значит, Hazelnut из Latte и Suede. Видите, просто, по-моему, разница очевидная. То есть, получается, что Latte, видите, вот первый оттенок здесь Latte, из палетки Latte, и здесь. Они более сдержанные, более нейтральные. А эти все такие суперяркие. Фиолетовый, наверное, уже заметили сразу, что вот этот вот матовый фиолетовый, который называется Double Shot, из палетки Latte, похож на оттенок Cherry Juice, из палетки Berries and Cream. Я их посвочу. Итак, Double Juice, Cherry Juice. Что я говорю? Первый называется Double Shot, второй называется Cherry Juice. Ну, вот, они разные, да, вот, прям совсем видно, что они действительно разные. Потому что вот этот вот более такой лиловый, а это, не знаю, что ли, как его, он более холодный. Этот вот такой нейтральный такой какой-то лиловый, да. Ну, в общем, я, сложно мне описывать, сложно мне описать вот эту разницу, но очевидная разница, да. Я думаю, видно. Опять же, Latte, палетка нейтральней, послабей. А это прям супер яркий оттенок. Я не вижу больше серьезно похожие оттенки. То есть, вот, может быть, конечно, вот эти кажутся похожими, да. Ну, нет, нет, они даже вот, они по формуле вообще разные. Вот в этих есть жемчуг в составе. Про эти палетки вообще не было речи, что в них есть какой-то жемчуг или что-то такое. Поэтому они даже вот сами совсем по-разному выглядят. Я больше не вижу никакого сходства. В целом, палетки все, мне кажется, все три очень разные. Может, конечно, кому-то так не кажется, но мне так точно кажется. Мне пришла в голову мысль сравнить эти палетки по размеру с другими палетками. Просто некоторые говорят, что, особенно вот эти две, и Celestial Storm, то есть те, в которых по 12 оттенков, многие говорят, что просто они слишком большие, то есть неожиданно большие. Вот это, конечно, она поменьше, но давайте я сравню, не знаю, с более-менее известным. Я решила для сравнения взять вот две палетки, вот эту вот Reloaded от Makeup Revolution. Мне кажется, что вот этот размер, самый распространенный Makeup Revolution, и я думаю, многие знают, как они выглядят. И вот эту палетку от Анастасия Баверфилл, снимаю на какую, потому что это все те самые классические, просто это, по-моему, самое красивое по оформлению Джеки Эйна. Ну вот латы, да, латы вот она вот такая по размеру, то есть она больше, если так сравнить. Она, конечно, больше, но нет такой прям огромной разницы. Ну да, большая палетка, на самом деле, когда она ко мне пришла, я тоже думала, уго, уго, и огромные рефиллы, хотя здесь не такой большой объем продукта, здесь 1,2, что ли. Ну, зато они удобные, большие рефиллы. Ну и по сравнению с Анастасией Баверфилл тоже, да, больше. Палетка больше, то есть она чуть больше, чем большинство. То есть и латы 2 точно такого же размера и точно такое же оформление, только она другого цвета. Палетка, в которой 12 оттенков, давайте вот эту сравню, Rusty Glam, вот Makeup Revolution. Смотрите, по ширине она чуть-чуть тоже больше, но намного длиннее, намного она длиннее. То есть прям большая палетка получается по сравнению, действительно. И Березин Крима у нас будет тоже, так как не 12 оттенков, она будет сравниваться с Анастасией Баверли Хиллс, вот, вот так. То есть она тоже намного больше. Вот, кстати, здесь можно сравнить. Но Анастасия, она просто толще, здесь все-таки палетки потоньше. Так, ну все, я вернулась. И, в общем, что я имею ввиду под структурированной информацией, я думала, как же мне сравнить эти палетки, как же мне про них рассказать так, чтобы это было, ну, как-то более-менее четко и понятно. И я решила разработать, разработать свои собственные критерии для палеток теней. Вообще-то я знаю, у многих такое есть, там вот у Наталины есть, да, там технические характеристики, там еще какие-то штуки. Ну, там много всякого разного, там цена, упаковка и так далее. У всех свои, там у разных блогеров свои. Я решила, что я создам свои. Вот на что я непосредственно обращаю внимание, когда я решаю, люблю я эту палетку или нет, что в ней вот такого хорошего. Вообще, я вам скажу так, я люблю все три эти палетки, я их все три люблю, люблю. Вот прям люблю. У меня на самом деле может быть необъективное мнение по этому поводу, поэтому вот те, кто просил меня сделать видео о палетках, в общем, знайте. Я, кроме того, что я тени-маньяк, я еще любитель этих теней. Итак, что касается критериев. Когда-то я пыталась уже создать такие критерии, я даже создавала для тоналок, но это нужно было для меня. Я не думаю, что это вообще кому-то в принципе будет интересно, потому что кроме вот этих своих личных критериев, ведь у каждого есть свои индивидуальные там финиш, тип кожи, уход, там, я не знаю, время года, потом место жительства, вода. Ну, очень много всего, поэтому про тоналки, мне кажется, не надо. А вот про тени можно, потому что все же тени, они не так сильно отличаются, и у нас больше личное восприятие. Поэтому я сейчас буду рассказывать об этих критериях, и мне кажется, просто каждый сможет сделать выводы. Итак, критерии я буду оценивать от нуля до трех, ну, в принципе, от одного до трех. Можно было там и больше, но мне кажется, это объективнее всего, потому что один это как бы, ну, ничего, так жить можно. Два это, ну, нормально. Три это прям вообще нравится. Ноль это вот когда мне вообще не нравится. Точно так же я оценивала тоналки, мне кажется, так как-то удобнее всего. Быстро по критериям, и потом я уже про каждую палетку. Итак, универсальность. Под универсальностью я имею в виду, можно ли ей одной накраситься, и как много можно сделать макияжей. Ну, тут я имею в виду, например, еще наличие какого-нибудь светлого для уголка глаза, наличие черного или какого-то сильно затемняющего оттенка, наличие разных переходных, ну, в общем, все это такое. Все то, что можно отнести к универсальности. То есть, вот, максимально можно одной этой палеткой пользоваться и чувствовать себя вполне хорошо. Второй критерий. Реалистичность пигментации. То есть, не отдельно пигментация, насколько там ярко, не ярко, а реалистичность. То есть, потому что иногда в палетках бывает достаточно такой светлый цвет, и поэтому он должен тоже слабо быть пигментирован, потому что он светлый. Ну, и наоборот. То есть, я вижу яркий, я жду, чтобы яркая была пигментация. То есть, именно реалистичность, то есть, насколько цвет передается ожидаемо, да, то есть, реалистичный. Третий критерий. Тушевка. Ну, здесь больше всего относятся к матовым, именно к базовым, да, главное, то есть, вот самые составляющие, потому что некоторые бывают оттенки, ты вообще не тушуешь, потому что, ну, никогда их так не используешь, чтобы их тушевать. Обычно там либо наслаиваешь, либо что-то такое. Поэтому это вот касается каких-то обычно определенных оттенков. Четвертый критерий. Податливость. Под податливостью я понимаю достаточно широкое такое понятие. В общем, у меня тут написано так. Нет проблем со способом нанесения, не нужно долго возиться. Ну, то есть, это да. Я не должна вот сейчас думаю, блин, этой кистью не наносится, той не наносится, чем? Может быть, пальцем, может быть, смочить, может быть, нужен глиттер, чтобы не было вот этой вот ерунды. Или когда ты возишься и возишься с оттенком, и не можешь понять, какой там цвет. Ну, то есть, вот податливость, когда ты взяла и накрасилась. Ну, вот, мне кажется, что это самое хорошее слово для обозначения вот этого вот всего. Пятый критерий. Уникальность. А под уникальностью я имею в виду, что, например, здесь есть такие оттенки, которые я не видела раньше нигде. Может быть, или редко они встречаются, или, например, формула какая-то такая необычная. Ну, вот что-то такое, вот к чему я действительно там, на что я действительно обращаю внимание. Думаю, что вот это да, да, да. То есть, вот такая вот уникальность. И шестой критерий, который супер субъективный, эмоциональная составляющая. Ну, то есть, какие я чувства и эмоции испытываю к этой палетке, потому что вообще-то, может быть, этот критерий можно было бы поставить на первое место, потому что он очень важен. Ведь я могу сейчас нахвалить, да, потому что я люблю эту палетку. Но у меня, например, пройдется по всем пунктам, и там получится, что все фигово. Но, во всяком случае, вы будете знать, что я эмоции испытываю к этой палетке. Бывает, что испытываешь отрицательные эмоции, хотя вроде бы все нормально, да. Ну, то есть, мне кажется, что это тоже важный такой критерий. Может быть, можно еще какой-то добавить критерий. Ну, ладно, а пока на шести, и я буду сравнивать их по этим шести критериям. И у меня табличка, у меня табличка, у меня табличка. Она, знаете, я такой человек, который сначала создал табличку на компьютере, а потом вот ее взял и скопировал себе в тетрадку, чтобы вот мне тут было удобнее и все было так, как я хочу. Вот, к сожалению, к сожалению, так. Поехали по палетке латы. Значит, да, задумка еще у меня такая. Я сейчас пройдусь быстренько по этим моментам и скажу, какая у меня там, типа, победила, какая самая крутая. А все подробности будут уже в каждом отдельном видео про каждую палетку, потому что я думаю, что видео именно это получится, наверное, самым длинным. Моя первая палетка. Моя огромная любовь. Универсальность. Универсальности я ставлю 2. Реалистичности пигментации я ставлю 3. Тушевки я ставлю 3. Податливости я ставлю 3. Уникальности я ставлю 3. Эмоциональные составляющие я ставлю 3. Ну, 3 это максимум. Напоминаю, что 3 это максимум. Итого 17. Беррис и Крем. Универсальность. 3. Реалистичность пигментации. 3. Тушевка. 3. Податливость. 3. Уникальность. 3. Эмоциональная составляющая. 3. Итого 18. Растик глэм. Универсальность. 2. Реалистичность пигментации. 3. Тушевка. 3. Податливость. 2. Уникальность. 2. Эмоциональная составляющая. 3. Итого 15. Получается, что 17, 18, 15. Ну, все они получили максимум 3, минимум 2. Ну, то есть все хорошо. Ну, то есть получается, что побеждает вот эта палетка. Вообще, я серьезно считаю ее самой универсальной из всех трех. Если уж так говорите, посмотрите. Ну, вот здесь вот есть все нужные оттенки. И в целом здесь есть тут. Она на самом деле побеждает по универсальности в первую очередь. Латте уступает ей только в одном пункте в универсальности. Ну, потому что здесь нет черного. Здесь нет особо холодных. И здесь и теплые, и холодные. Да, ну, то есть эта палетка, конечно, получается более универсально, чем вот эта. Но так у них только один балл разница. Что касается Rustic Glam, я, конечно, еще отдельно буду говорить про нее. И она действительно очень хорошая все равно. Здесь, что касается уникальности, может быть, для меня, из-за того, что я уже знаю вот эти две палетки, для меня может быть в ней чуть меньше уникальности, потому что это какие-то такие повторы. Хотя здесь шиммеры тоже такие особенные. Ну, я бы сказала, и податливость здесь, может быть, потому что вот такие сильно холодные оттенки, они сложные, может быть, поэтому я решила поставить все-таки два за податливость. А так все равно тоже очень хорошая палетка. Если я когда-нибудь возьму и все свои палетки так сравню, то я вообще даже не знаю, немножко переживаю, кто у меня будет на каком месте. И, наверное, тут эмоциональная составляющая будет немножко отличаться. Я надеюсь, что это видео помогло вам выбрать, какая палетка вам больше всего нужна и какая вам больше всего понравилась. Все эти сводчи, все эти, в общем, мысли мои и все такое, я постараюсь все же смонтировать так, чтобы на ней было все так безумно сумбурно. Следующее видео будет про палетку латы. Я уже его отсняла. Слава богу, сегодня я уже накрашена этой палеткой, поэтому уже видео есть, только его нужно будет еще доработать и выпустить. Но по поводу других палеток я расскажу еще. Я сделаю еще отдельное видео и расскажу про каждую отдельно. И, кстати, насчет вот этой палетки я оставлю ссылку. Было видео у меня осенью, которое вообще не встретило совершенно никакого резонанса. Там у меня было что-то такое, голубые тени, что-то такое. И я красилась этой палеткой, там, ну, не знаю, я что-то решила про голубые тени сделать. Видео, я оставлю ссылку на то видео, если хотите посмотреть, как я крашусь этой палеткой. Вот, а так я еще отдельно, естественно, сделаю на нее видео, потому что там я крашусь голубыми тенями. Но я собираюсь сделать про эту палетку видео, где буду краситься вот этими розовыми с голубыми, потому что я как-то накрасилась для видео этой палетки. но отдельно я не сняла этот макияж, а мне задавали вопросы про этот макияж, в общем, я, наверное, его там и повторю, судьба настигла, а на этом все, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, ставьте дизлайки, если оно вам не понравилось, всем спасибо за внимание, пока!